Полиция, здравствуйте. Время не за полночь, но этой супружеской паре не спится. Вместо спокойного вечера глава семейства терроризирует жену и устраивает пьяные скандалы. Второй месяц не работает, пьет как сволочь последний, я уже вообще не знаю, что делать. Так, что в сумке было? Грабежи, драки, бытовые скандалы и масса всего другого неприятного. Дежурная часть полиции Абакана узнает об этом первой. На вызов выезжает группа немедленного реагирования. К слову, только по Абакану в среднем регистрируются за сутки полторы сотни звонков. В большинстве, говорят полицейские, все беды из-за алкоголя. Впрочем, нередко приходится отвлекаться и на тех, кто просто не дружит с головой. Он, значит, поясняет такую ситуацию, что проникли к нему через окно со стройплощадки, которая находится неподалеку от его дома, со стрелы крана. В общем, повернули кран и, значит, по стреле к нему перебрались в окно и похитили продукты питания. Вот такая вот ситуация. И на самом деле там у человека никого нет. Вот такая вот мнительность. Здесь же, в дежурной части, камеры для задержанных. Абаканец Роман еще полчаса назад управлял машиной и, очевидно, привлек внимание инспекторов не случайно. Говорит, выпил пол-литра водки и перепутал полосы на дороге, ехал по встречке. Но, похоже, ему даже не стыдно. Конечно, я знаю, что правила нарушать нельзя. Но, тем не менее, получилось так. Остановили. Так сейчас права заберут, ездить будете? Нет, я без прав. А, уже без прав? Уже без прав. Не получаю в декабре месяце. Теперь мужчине светит 15 суток ареста. Однако не факт, что и после этого дебошир не сядет за руль под градусом. Впрочем, Роман один из немногих, кто смиренно ждет участи. В большинстве пьяные и задержанные активны и агрессивны. А зачем кричите так? Да потому что меня закрыли по песню, потому что я на магазине стоял. А такие вот шумовые эффекты, очевидно, попытка добавить полицейским головной боли. Выпустите! За смену, которую мы провели в дежурной части, поступило около ста сообщений. А вот только за 10 месяцев этого года группа немедленного реагирования выезжала больше 46 тысяч раз. Притом, силовики отмечают, как раз большая часть преступлений происходит именно на пьяной почве. Константин Кравцов, Светлана Панина, Новости, 7-й телеканал.